МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Героиню нашей сегодняшней передачи зовут Амина. Амина – русская по национальности, новообращенная мусульманка, родилась и выросла в горлом Алтае. Закончив среднюю школу, поступила в Горный Алтайский государственный университет. Училась, жила своей студенческой жизнью, а потом познакомилась с приезжей девушкой из Дагестана. Девушку звали Патимат. Та встреча перевернула всю жизнь Амины. О Дагестане она знала только то, что слышала в новостях. А слышала она не всегда позитивная. Но Патимат успокоила ее, сказав, что многое из того, что показывают, неправда. И рассказала новой подруге немного о Дагестане. Вскоре Патимат уехала к себе на родину. Но они продолжали созваниваться. Подруга пригласила Амину в Дагестан. Амина с радостью приняла приглашение и на летних каникулах решила навестить подругу. Сразу же вот этим летом, когда она уехала, у меня не получилось поехать. Я была на практике. Вот потом на четвертом курсе летом я немного подработала себе на дорогу, чтобы средства были с собой. И приехала в Дагестан. Вот ты так много негативного знала о Дагестане и пришла и сказала родителям, что поезжу в гости. Да, я сказала, что вот меня подруга приглашает в гости, я хочу поехать. В каком городе подруга жила? Здесь, в Кизляре. В Кизляре. И что сказали родители, когда услышали о твоей такой идее? Ну, не очень обрадовались они, потому что телевизор они тоже смотрят. Волновались, конечно, зачем тебе это надо. Запретить пытались? Запретить, ну не то, чтобы прям запретить, а скорее отговорить. У вас просто нереально было запретить, да? Не то, чтобы нереально, ну просто у нас нету такого, чтобы вот взяли что-то запретили. У нас в семье демократические отношения. Подруга вышла замуж, ты ехала к ней и ее мужу в гости, да? Я ехала к ней в гости. Она же с мужем жила? Тогда уже, да, с мужем жила, поэтому у них в доме мне не получилось остановиться, потому что она была в доме мужа. Там свекор и свеки кровь. Вот поэтому я у ее тети остановилась. То есть я правильно понимаю, ты приехала в Кизляр и сразу поселилась у совершенно посторонних для тебя людей, да? Да. Я приехала поздно ночью, и они меня встретили, ждали специально, чтобы проводить, встретить, накормить. Как это гостеприимство кавказское проявить? Да, для тебя это было удивительно? Было очень приятно. Ну, перед тем, как поехать, я разговаривала с подругой по телефону, и она у меня задала вопрос. А как ты насчет того, чтобы принять ислам? Она, когда уезжала в Дагестан, ничего не знала об исламе, я помню, ты говорила. Да, практически ничего не знала. И тут вы с ней год не виделись, и она тебе по телефону говорит. А как ты насчет того, чтобы принять ислам? Ну, по телефону мы общались же. По телефону мы общались, да. Вы общались, про ислам не говорили. Ну, она рассказывала, как она живет, что она укрываться начала, что ее засватал тоже религиозный парень. Ну, не так вот много и глубоко, но что-то. У тебя не вызвало, как это взять и сменить религию? Нет, знаете, не возникло абсолютно никакого противоречия у меня с ней. Я просто в душе, то есть я поняла, что мне нечего принимать. Он у меня в сердце уже есть. А что дальше, как, что нужно сделать? То есть, да, я хочу, да, я думаю, что я не против, и что мне теперь нужно сделать? Да, она мне сказала, нужно пойти в мечеть, прочитать Жагадат. Вот, и, в принципе, на тот момент больше у меня наставлений не было с ее стороны. Сколько времени прошло вот с этого разговора до того момента, когда ты приняла ислам? Немного, там, несколько дней. Сколько примерно? Ну, дня два, может быть. То есть, ты сказала, да, я не против, услышала, что надо пойти в мечеть, сказать шахаду, и через два дня пошла в мечеть. Ну, там ее так назвали мечеть, но там просто был небольшой дом, где жили этнические мусульмане, они соблюдающие. На первом этаже была небольшая комната, как мечеть, туда ходили те, кто хочет совершать намаз и что-то изучать. Сейчас очень смутно могу вспомнить эти моменты, потому что я волновалась. И вот, и что-то как-то запомнить, вот, четко, как, что там было, я сейчас не смогу даже. Я помню, что я вышла, и у меня такое движение было внутри. Как там, что дальше меня ждет. Вот, ну, потом успокоилась и думала, что на перспективы дальше. Я понимала, что узнавать ислам в нашем родном городе, это просто нереально. Поэтому нужно продвигаться куда-то. Ты вот как в жизни отличница была в институте, так же вот к религии отнеслась, да, что нужно знать ее теперь на пять. Сколько времени это было? Я пробыла здесь почти месяц. Почти месяц? Да. С какими ощущениями уезжала? Уезжала с ощущением, что надо сюда вернуться на постоянной основе. Я уезжала отсюда только потому, что мне нужно было закончить университет. Сколько оставалось до учиться? Ровно год оставался мне. Ровно год. Как прошел год? Мухаммедля. Он прошел в ожидании получения диплома и отъезда. То есть весь год ты прям рвалась обратно, да? Я не рвалась, я ждала этого момента, когда я поеду. Я родителям сразу сказала, что я когда закончу, мама, папа, я поеду в Тагестон жить. Мама, папа как? Мама, папа смирились. То есть за год они привыкли к этой мысли? Да, они привыкли к этой мысли и не препятствовали, насколько. Ты представляла себе свою жизнь? Вот куда ты едешь, где ты будешь жить, где ты будешь работать? Тогда еще довольно смутные были представления. У меня была цель сюда доехать. Главное добраться, да? Да, добраться и осмотреться. Осмотреться, да, как, что получится. Где осматриваться должна была? То есть в гостях опять у тети, да? Да, мы общались по телефону. У нее три дочери примерно моего возраста. Мы с ними общались, переписывались. И на первое время я так вот у них и остановилась, когда снова приехала сюда. Были моменты, когда ты жалела, что приехала жить в Тагестан? Нет, ни разу. Как быстро ты замуж вышла? Не быстро. Ну, год, наверное, я еще продержалась. Это не быстро, да? Мне сказали, что стихар тоже делали. На одного человека я сказали, что если стихар вышел, надо обязательно этим исследовать. Что сложнее всего было в моей семье? Привыкнуть, что рядом с тобой есть еще кто-то человек, мужчина. Больше того ты, да, это всегда была самостоятельно, не желать? Да, а теперь нужно спрашиваться. Сложно? По-разному бывает. Не знаешь, когда лучше спросить, а когда лучше не подходить. Вот до этого ты сама ей распоряжалась, да? Ты могла схватить свою жизнь и кинуть ее в поезд, и поехать в Дагестан, потом пойти устроиться на работу. А вот сейчас твоя жизнь, она в руках человека, да? Который ей рулит. Это сложно? К этому сразу привыкла? Русский менталитет все равно из меня выходил. Его никуда не деть. Он до конца, наверное, даже и не выйдет. И он и не выйдет там, наверное, никогда. Поэтому бывают вопросы, которые изнутри у вас остаются. Это вроде бы. Ну, как-то стараешь его смирять, потому что, если Всевышний вот так вот устроил мою жизнь, видимо, так для меня лучше. Как быстро ты здесь нашла работу? Ну, практически на следующий день. Работу Амина нашла через подругу, которая училась в Институте теологии и международных отношений, то есть в институте, где сейчас работает Амина. Нам захотелось поближе познакомиться с ее работой, и поэтому мы со съемочной группой отправились прямо к Амине на работу, где продолжили наше общение. Вот это мое рабочее место. Я занимаюсь документацией, являюсь заместителем директора предстоятельства Института теологии и международных отношений. И как развивалась твоя карьера до заместителя директора? Ну, как не получалось никак найти человека, который эту документацию знает. Я как секретарь уже знала, где что лежит, какие документы куда нужны будут. А владеющий компьютером человек здесь никак не приходил на замену, не было такого человека. И так постепенно на методиста перешли, потом перевели меня. Работал документы, уже зачетные книжки, учебным процессом начали заниматься. Дальше уже после одной встречи в главном корпусе с нашим ректором Максом Тахажей, он сказал, чтобы назначили на заместителя директора, потому что наш директор часто бывает в командировках, и нужно, чтобы здесь было место него руководства какое-то. Что входит в свои обязанности? В непосредственные обязанности входит сбор документации по учебному процессу ведомости, и слежу, чтобы зачетные книжки вовремя были заполнены, сдавались, заполнялись там. Заявления от студентов на перевод, на прием студентов, перевод с курса на курс. Так вот, русская женщина приехала, работает в дагестанском коллективе, среди и мужчин у вас тоже, по-моему, работают. Сложно, нет? Первое время было довольно-таки непривычно, потому что здесь действительно другие порядки, и адапт нужно соблюдать, когда мужчина заходит, и там разные гости как-то встречать нужно по-дагестански. Вот, ну, училась, у Хамдуля есть здесь преподаватель, тут женский состав какой-то, что-то у них спрашивала, тоже советовалась, как, что здесь бывает правильно, и потихонечку научилась тоже. Чем в итоге отличается мусульманский коллектив от коллектива не мусульманского? Если сравнить работу того коллектива, где я училась, и исламского коллектива, где я теперь работаю, здесь поразительная разница. В чем она вражается? Ну, во-первых, это те же взаимоотношения мужчины и женщины, там всегда все бывает вместе. Вот это сама атмосфера рабочая. Вот, там бывает суета, бегают студенты по коридорам, иногда не видят даже преподавателя. Вот здесь такого не бывает. Здесь очень уважительно относятся, потому что воспитательная часть, духовно-воспитательная часть у нас в институте очень высоко поднята. Очень хочется пожелать этой хрупкой, но решительной девушке, чтобы Аллах направлял ее во всех ее добрых начинаниях и многократно вознаградил ее за ту работу, которую она выполняет на пути ислама. Субтитры создавал DimaTorzok